Мы вернемся немножко назад для повторения темы Past Simple, Past Continuous. Итак, модуль 4 в вашем учебнике. Did you hear about? How we create Past Simple Tense and Past Continuous Tense. Равним, как образовывается время простое прошедшее и простое длительное. С левой стороны экрана вы видите образование Past Simple Tense. Два типа глаголов. Глагол to be и другие глаголы, которые несут какую-то другую смысловую нагрузку. Глагол to be говорит нам о состоянии. They were friends. Они были друзьями. Напоминаю вам, что при образовании простого прошедшего времени с глаголами, которые несут какое-то действие, необходимо глаголу добавлять окончание или суффикс –иди. Либо же брать, если глагол неправильный, брать вторую форму неправильного глагола. Например, she worked yesterday. Она работала вчера. I drew yesterday. Я рисовал вчера. Для образования времени Past Continuous используется вспомогательный глагол worse. Если подлежащее, можно выразить местоимениями I, he, she, it. Или were, если подлежащее, можно выразить местоимениями you, we, they. А также основной смысловой глагол с окончанием ing. Или, как вы привыкли часто слышать, с ing-овым окончанием. Когда же мы используем простое прошедшее время? Past Simple употребляется для выражения действий, произошедших в прошлом. Часто есть отсыл к какому-то времени в прошедшем. Например, They left yesterday. Они уехали вчера. Когда они уехали? Вчера, yesterday, when, yesterday. We met three days ago. Мы встретились три дня назад. When, three days ago. То есть у нас есть конкретный отсыл к какому-то времени в прошлом. Обратите внимание, указатели времени, которые могут использоваться в Past Simple, вот такие слова-маячки, как Yesterday, last Monday, last week, last year, and so on. Two days ago, two weeks ago, two years ago. Слово ago говорит нам о том, что действие произошло назад, сколько-то дней, недель, лет и так далее. In 2008, в 2008 указываем конкретный год. The other day. В какой-то прошлый день. So, what time markers we use in Past Continuous? Какие же указатели времени мы употребляем в Past Continuous времени? Такие как while, в то время как, when, когда, as, тоже говорит нам о том, что действие происходит одновременно или когда. At eight o'clock, например, в восемь часов. All morning, или all day, all week. Такие маркеры времени говорят о том, что действие было длительное. Итак, проанализируем, когда же мы используем длительное прошедшее время. For example, when two actions that were happening at the same time in the past. В том случае, когда два действия происходили в одно и то же время в прошлом. Например, I was cooking while Tom was reading. Я готовил, пока Tom читал. We were playing while our teacher was explaining new topic. Мы играли в то время, когда учитель объяснял нам нашу новую тему. Ужас, да? The next case of using Past Continuous. Следующий случай использования длительного прошедшего времени. For an action happening when another action interrupted it. Для действия происходящего, когда другое действие его прерывает. Например, He was having a bath when the phone ran. Он принимал ванну, когда зазвонил телефон. То есть, был процесс принятия ванны. И этот процесс прервал телефонный звонок. Tom was reading a book when his parents returned. Том читал книгу, когда его родители пришли. То есть, Том был в процессе чтения. Приход родителей прервал этот процесс. The next case for Past Continuous. For action which was in progress at a certain time in the past. Для действия, которое было в процессе, в какое-то определенное время, в прошедшем времени. Например, She was sleeping at 6 p.m. yesterday afternoon. Вчера в 6 часов дня она спала. Возможно, мы ей позвонили, либо мы к ней пришли, и мы узнали, что она спит. То есть, у нее был процесс нахождения во сне. She was sleeping. He was playing chess that evening. В тот вечер он играл в шахматы. Чем занимался он? То есть, у нас есть отрезок времени в какой-то определенный вечер, в который он играл в шахматы. Длительное действие. He was playing chess. Еще один случай использования прошедшего длительного времени, когда мы используем его для описания атмосферы какой-то ситуации, либо для введения в какую-то историю, в какой-то рассказ. Например, The birds were singing, and the sun was shining. Птицы пели, и солнце светило. То есть, мы описываем конкретную ситуацию, поэтому используем past continuous. I was sitting outside the garden when something strange happened. Я находился в саду, когда что-то приключилось. Вы можете сказать, что это случай предыдущий, когда длительное действие было прервано другим. Можно сказать и так, но как бы это как введение для какой-то другой истории. Что же случилось странного после того, когда я там сидела, что-то произошло. When do we use past simple? Past simple we use for an action which happened at a specific time in the past. Итак, простое прошедшее время мы используем для действия, которое произошло в определенное время в прошлом. Длительности нет, есть какая-то конкретная точка в прошлом. Например, Она покинула дом приблизительно в 7 часов вчера. Мы ходили в зоопарк в прошлом марте. Событие случилось в прошлом, в какой-то день прошлого марта. Now let's have a look at some exercises. Mr. Shredder drive his taxi when a turtle fall from a balcony and hit his car. Let's analyze the sentence. Давайте проанализируем предложение. Mr. Shredder ехал на такси, когда черепаха упала с балкона и ударила, повредила его машину. То есть Mr. Shredder ехал на такси. Он был в движении. Это длительное действие. Падение черепахи прервало процесс езды. Это действие, которое interrupted the first one. Прервало предыдущее первое действие. Итак, что же мы имеем? Mr. Shredder was driving his taxi when a turtle fell from a balcony and hit his car. Напоминаю, глагол «fall» – это неправильный глагол. И его формы «fall fell falling». Глагол «hit» – также неправильный глагол. Hit, hit, hit. Да, вижу здесь ошибочка на слайде, но уже поправлять не буду. Тимми запускал своего воздушного змея, когда Боб ел свой бутерброд. Как мы понимаем, действия у нас были одновременные. Оба действия у нас относятся к прошедшему времени и происходили они одновременно. Таким образом, конечное предложение будет звучать следующим образом. Тимми was flying his kite while Bob was eating a sandwich. The next example of using fast continues. At 6 o'clock yesterday they fly to Moscow. В 6 часов вчера они летели в Москву. Итак, они летели в Москву. Действие длительное, то есть в промежуток 6 часов вечера, там с 6, возможно, до 7. Они находились в полете, то есть действие длительное, поэтому мы здесь обязаны с вами использовать. Past continues tense for the action which was in progress at a certain time in the past. Для действия, которое было в процессе в определенное время прошедшем. At 6 o'clock yesterday they were flying to Moscow. В 6 часов вечера они летели в Москву. We're flying. Now let's have a look at another example and analyze it. She called an hour ago. Она позвонила час назад. An hour ago – это у нас маркер времени past simple. То есть у нас есть какая-то конкретная точка в прошедшем времени. Соответственно, здесь у нас будет случай, когда у нас описывается действие, которое случилось в конкретное время в прошлом. An action which happened at a specific time in the past. И таким образом, конечное предложение выглядит следующим образом. She called an hour ago. Она позвонила час назад. Как вы видите, здесь, поскольку длительности никакой нет, мы просто к глаголу как нам-то добавили хвостик и иди. Получили слово called. Now let's analyze one more sentence. When my parents come back home, they find out running water. Когда мои родители вернулись домой, они обнаружили текущую воду. Приход домой и обнаружение текущей воды – действия практически одновременные. Поэтому здесь следует использовать past simple terms в обоих случаях. Как for two actions which happened almost at the same time in the past. Как для двух действий, которые происходят практически или произошли практически одновременно в прошедшем. И таким образом, окончательный вариант предложения будет выглядеть так. Самая восхитительная часть урока, конечно же, домашнее задание. Ну и шуточки. So, you have four sentences and your task is to open the brackets. Вам дано четыре предложения и ваша задача – раскрыть скобочки. Руководствуйтесь теми знаниями, которые вы получили в течение урока. Я думаю, у вас здесь все получится и трудностей не будет. Руководствуйтесь теми знаниями, которые вы получили в течение урока. Продолжение следует...